Абба форте СМ. Три креста. Три креста. Одна из достопримечательностей Вильнюса. Памятник в виде трех белых бетонных крестов. Располагается на Трехкрестовой горе на правом берегу Вильней. Предание. По преданию, зафиксированному в конце XVIII века, в 1345 или в 1368 году, в отсутствие отправившихся на войну князя Альгерда и Веленского воевода Гаштольда и озичники Веленцы напали на монахов-францисканцев, которых по просьбе супруги христианки поселил в своем доме Гастольд. Семеро из них были казнены на рынке. Семерым удалось бежать. Убежавших монахов изловили на горах на берегу Веленки и сбросили с Лысой горы в реку. В некоторых изложениях же выписуются подробности. Монахов-язычники привязали или прибили к крестам и бросили в реку. По одному из вариантов, в реку было сброшено четыре монаха, а трех распяли на крестах и оставили на Лысой горе. Версии, легенда о мученической смерти францисканцев не нашла подтверждения в исторических источниках. Предполагается, что ее авторами были веленские францисканцы, озабоченные прославлением своего ордена. По предположению Игнатия Даниловича, кресты были сооружены по примеру других городов по случаю получения вильны-магдебургских прав. Другие историки предполагали, что кресты должны были сигнализировать крестоносцам, приплывавшим по вилле и о том, что здесь живут христиане, и таким образом избавлять город от нападений и грабежа. Три креста. Память о мученической смерти францисканцев на горе между 1613 и 1636 годом были воздвигнуты три деревянных креста. В 1740 году обветшавшие кресты были заменены новыми, когда они, обветшав, рухнули. В 1869 власти не позволили их восстановить. Во время Первой мировой войны в 1916 году, когда Вильнюс был занят немцами, по инициативе Ксионза Казимира Михалькевича были собраны средства и организованы работы по сооружению монумента из прочного материала. Особую трудность составляла доставка на высокий и труднодоступный холм воды и строительных материалов, которые приходилось носить практически на руках. За два месяца были сооружены кресты из железобетона по проекту Антония Вивульского и тайно освещены тем же Ксионзом Казимиром Михалькевичем. Кресты простояли до 1950 года, пока не были взорваны ночью по приказу советских властей. Часть обломков была вывезена, часть закопана в укромном месте. В 1989 году после кампании за восстановление трех крестов, включавшей сбор подписей под обращением к властям, памятник был в течение двух недель восстановлен как памятник жертвам сталинизма. Восстановленный памятник по проекту архитектора Генрика Сашилингаса исполнил скульптор Станислава Скузма. Сохранившиеся фрагменты прежних трех крестов были вмурованы в фундамент нового памятника, часть лежат рядом с восстановленным памятником. На склоне холма он точно воспроизводит сооружение по проекту Антония Вивульского, однако на 1,8 метра выше белее цветом. Открытие возобновленных трех крестов состоялось 14 июня 1989 года в годовщину массовых арестов и депортаций 1941 года. Осветил памятник кардинал Винсента Сладкевичус.